Добрый вечер! С вами ток-шоу «Давайте обсудим» и Гульнара Умарова. Новость о том, что КСК расформировывают в скором времени, всколыхнула, пожалуй, всю республику. Хотя, конечно же, известно, что отношения жителей и КСК не всегда гладкие. Почему же эта новость вызвала такую реакцию, что будет с КСК и как им поладить жителям и коммунальщикам? Сегодня мы поговорим об этом в нашей студии. Наши гости в студии – это Жубан Жумагалиев, заведующий сектором коммунального хозяйства отдела ЖКХ города Уральск. Ольга Тимофеева, жительница города. И еще один житель – это Антонина Гидлевская. Добрый вечер! Во-первых, спасибо за то, что пришли сегодня на нашу программу. Тема у нас действительно наболевшая, сложная. Но давайте прежде посмотрим сюжет, который обрисует нашу тематику разговора. КСК, существовавшие более 20 лет, навсегда исчезнут. Первое, к чему должны быть готовы жильцы домов, вместо КСК теперь будет новая аббревиатура – ОСИ. Это объединение собственников имущества. Но кооперативы смогут оказывать сервис, однако управление домами из их компетенций исключат. Главное отличие ОСИ от кооператива в том, что они должны образовываться в каждом доме по принципу «один дом – один счет». Но сенаторов смутило то, что тариф может подорожать. Этот закон прямого действия должен быть. Этот перечень минимальных услуг, которые мы обязаны платить, он должен быть в законе. А пожелания жильцов, что они хотят, это уже пусть дальше сами на своем собрании решают. Поэтому я сказал, что мы исправим данную норму в последующих законах. То есть тариф не вырастет? Не вырастет, да. Если вы будете, кроме этих минимальных услуг, требовать, чтобы вам каждый час технический работник убирал в вашем подъезде, но, наверное, она за свою работу будет требовать дополнительных услуг, да? За чей счет будет содержаться объединение? Разумеется, за счет собственников. И председатель ОСИ, и доверенное лицо, и управляющий являются официальными должностями. Следовательно, им нужно будет платить зарплату. Но оказывать сервисные услуги сами они не могут. Будут только нанимать сервисные компании. У граждан при этом появится еще одна статья расходов. Это обязанность вас, как собственника, оплачивать текущие платежи и оплачивать накопительные платежи на будущий капитальный ремонт вашего дома. Это же ваша собственность. Это же ваш дом. В общем, пока по законопроекту больше вопросов, чем ответов. Например, непонятно, почему в новых домах тарифы дороже, чем в старых. Ведь в старых домах все прохудилось. Нужно менять трубы, чинить крыши и так далее. А в новых домах все новое. Но при этом расценки за обслуживание в новостройках дороже, чем на первичном рынке. Получается, что КСК расформируется. Кому заведовать теперь домами, неизвестно пока, к сожалению. Закон сырой. И все поправки в него, и пока они до конца не утверждены. Как вы считаете, Жубан, вот эти изменения, они повлекут то, что жителям придется самим объединяться? Да, это привлекут. И, во-вторых, намечается удорожание тарифа. На сегодняшний день по городу Ураль средний тариф 30 тенге за метр квадрат. Если, например, возьмем пятиэтажный 60-квартирный жилой дом, у него общая площадь составляет где-то 3000-4000 квадратных метров. Если умножать на метр квадрат, например, будет 90 тысяч тенге в месяц, жильцы должны будут платить. А самая минимальная заработная плата по Казахстану – это 42 тысячи тенге. Это может повлиять на увеличение тарифа, как считаю. То есть изменения все-таки грядут. Вот мы, кстати, приглашали много раз и КСК разный, и другие организации, общественники, но почему-то никто не заявил желания. Кто-то списывал на то, что болеет, у кого-то давление, у всех свои причины. Конечно же, присутствие КСК было бы очень важно, потому что они, как сетуют, жители имеют долги по 10, по 12 миллионов, у кого-то еще больше рекорд. Жители не платят, поэтому мы вот так и обслуживаем дома, они отвечают на жалобы жителей. Жителям вообще вот что делать в таких случаях, мы, конечно же, к этому вопросу вернемся. Сейчас вопрос к вам, Ольга. У вас своя история взаимоотношений с КСК, да и вообще с чего все это началось, расскажите. Ну, если поставить вопрос таким образом за то, что я за то, что сохранится система КСК или против, то, конечно же, я бы была за то, что было все как есть. Но чтобы это был официальный орган, именно тот, который занимается, как вот обычное объединение под председательством председателя КСК, несколько домов. А как сейчас в проекте есть, то, что каждый дом отдельный счет, просто это не все жильцы, не каждый житель может с юридической точки зрения знать все вопросы на все ответы. Я через это прошла и как бы живу в доме, там у нас была своя история. Дом был бесхозный и как бы те люди обычно, которые занимаются, они не все нюансы знают. И поэтому очень много проблем возникает. На данный момент КСК у нас организовали. Ну, конечно, не совсем то, что бы я хотела. Тяжело, когда нет официального органа, отвечающего за все вопросы. Ну, вопрос к вам, да, Антонина Николаевна. Вот Ольга рассказывает, насколько сложно вот и взаимодействовать, и организовывать все, самим жителям стараться. Ну, как вы считаете, вот это то, что КСК могут расформировать и придется нам самим жителям справляться, это правильно или нет? Ну, я, конечно, категорически была бы против расформирования КСК, потому что сейчас даже психология людей очень сильно изменилась. Если раньше мы сами выходили на субботники, благоустроивали, благоустраивали, деревья сажали, белили, подметали, то сейчас жители не хотят этого делать. Они считают, что они платят, и КСК пускай сделает. Ну, я хочу сказать про наш КСК. Может быть, у нас такой состав КСК подошел, подобрался. Но в нашем КСК, я хотела сказать, на протяжении 20 лет самое основное, отопительный сезон всегда начинается вовремя или даже раньше. А это сейчас нас погоды балуют. А вспомните, что 10-15 лет тому назад в это время, 14 октября, было уже достаточно холодно, были и снегопады, и дожди, и ветра. И наши КСК, благодаря тому, что они летом проверяли подвалы, меняли там, где краны, следили за этим. То есть они подготавливали наш дом к отопительному сезону еще летом. Поэтому у нас никогда не было сбоев в начале отопительного сезона. Ну, можно много кое-что говорить, может быть, у кого-то какие-то конфликты есть, но основное – отопление всегда вовремя. Второе – подвалы, состояние подвалов, сухое, заходишь в подъезд, никакой сырости, сухие подвалы, нигде никакой сырости, ничего не течет. То есть где проявляется, они сразу устраняют. КСК наше по любому поводу мы звоним, и они по любому поводу все наши просьбы выполняют. Даже песочницу, чтобы наполнить песком, наш дворник таскал маленькой тележечкой, наполнял ее песком. Ну, у вас, можно сказать, образцовый КСК, да? Ну, может быть, я бы хотела... А может, дело в том, что и сами жители проявляют активность? Вот вы старшая по дому... Я старшая по дому и говорю, что... Да, насколько активны жители сами? Нет, неактивность, я говорю, что упала в последнее время, два года у нас дворник, белит бордюры и деревья сам. У нас даже жители не выходят на субботники. Когда мы вот были молодые, с работы придешь в субботник там, и во дворе все выходили, даже было стыдно, что как это так, мы свой двор не приведем в порядок. Сейчас этого нет. Говорят, мы КСК платим, пусть они делают. Как всегда. Да. Ну, давайте напомним телезрителям, что мы работаем в прямом эфире, они тоже могут сказать свое мнение. Телефон прямого эфира 269077, есть WhatsApp 8701-212-4242. Вы можете не только задать вопрос, а оставить пожелания нашим героям по теме КСК, но и можете своеобразно проголосовать в WhatsApp. Вы за то, что КСК расформировывают, или наоборот, за? Да. Ну, касательно наших жителей, да, ваши жильцы тоже проявляют активность, либо пассивные чаще всего соседи? Ну, за соседей говорить не буду, скажу за себя, что да, я пассивный житель, потому что у меня не хватает ни времени, ни сил. Я ребенка отвезти, привезти в школу, сделать домашние дела, мне еще даже на это не всегда времени хватает, поэтому я не успеваю чем-то помочь. Даже у меня сейчас на данный момент, честно скажу, есть и долги за КСК, потому что не всегда я по деньгам сейчас с ребенком я одна, и поэтому... То есть вы один из тех жителей, на которых и жалуется КСК, потому что вовремя не платят, не приносят. Здесь есть две стороны медали. Когда КСК жалуются, что не платят, но я согласна платить за услуги, которые мне оказывают. Некоторые просто КСК, вот как я столкнулась в этом доме, они превышают, мягко говоря, свои полномочия и освещают не те вопросы, которыми они должны были бы заниматься. То есть те люди, которые занимаются этим, они не совсем осведомлены, что входит в их обязанности. Поэтому очень часто бывают такие нестандартные, мягко говоря, ситуации. И я считаю, что если платить, то надо платить за услуги, но не за какие-то другие вещи, которыми занимаются некоторые недобросовестные, как управдом. Как говорили в фильме, известным управдом настоящий друг человека. Да, да, но друг ли он в том и дело. Бывает, вот не в обиду вам будет сказано, но бывают такие случаи, когда... Хорошо, Ольга, мы продолжим. Сейчас есть звонок телезрителей. Хорошо? Хорошо. Добрый вечер, говорите. Слушаем вас. У нас КСК у Крошка Станова. Каждый год у нас такие проблемы. Всегда у нас в воздух стоит батарея. Вели слабые. До этого дали, нормально было. Это он запнал где-то 10-го, что ли. А сейчас опять два дня у нас вели слабые батареи. Вообще, в некоторых комнатах нет. У нас торцевые, сырые стены. Понятно. Спасибо большое за обращение. Добавлю, что у нас тоже отопления нет. Что делать все-таки? Куда им обращаться, жителям? При подключении жилого дома к сетям теплоснабжения председателями КСК, старшими по дому вывешиваются объявления, где, например, определенное время ставят. И в то время должны каждый присутствовать дома и спускать в воздух. При опрессовке, да? При подаче тепла. В основном случаи бывают такие, что собственников дома не бывает. Или там неправильно спускают воздух. И такие проблемы бывают у нас. Понятно. Ну да, с каждым годом разные ситуации бывают. Давайте продолжим нашу беседу. Все-таки вы говорите, не все жители активны. У вас просто не хватает времени, семья, ребенок тоже. Все-таки жители должны немножко активности проявлять. Когда субботники выходить во двор убирать, в подъезде по очереди убираться, как вы считаете? На своей площадке, конечно, надо убираться. Мы убираемся, и я тоже это делаю. Но в подъезде у нас, правда, в доме очень хороший дворник. Она убирается, и всегда у нас чисто. Несмотря на то, что на первом этаже у нас кафе, и очень часто так забредают туда посетители. И ей приходится за них вот все это убирать. Ну, конечно, каждый должен носить свою лепту. По силам, наверное. Вот все-таки, Антонина Николаевна, вот у нас жителей много, конечно. Город растет, да, новые районы появляются. Можно ведь все-таки как-то организовать самим тоже, как вы считаете? Не ждать, пока придет КСК, либо организуется другое общество. Вот как в России, например, ТСЖ организуется. Может, вам собственными силами? Вы не говорили с соседями об этом? Нет, нет, мы со своим КСК собственными силами можем собрание собрать. Вот, например, у нас была такая ситуация, что дворник очень хорошо работал. Ну, все, каждый даже пассивный житель нашего дома заметил, что дворник работает очень хорошо. И деревья побегли, и бордюры побегли. Все везде блестит. Решили мы ему добавить, ну, мы очень мало платили, там, 19 тысяч, ну, что это за деньги сейчас в наше время. И мы решили, мы собрали собрание, и КСК, представители КСК, и наши жители, пусть не полностью кворум был, но я потом по квартирам прошла, и мы решили добавить по несколько копеек на каждую квартиру за квадратный метр, по 2 или 3 копейки. И за счет этого увеличилась плата, мы все решили так, и, пожалуйста, мы дворнику могли еще добавить там 12 тысяч. Вот это, мне кажется, нормальное такое взаимоотношение КСК и инициатива. Да, да, в основном все при индивидуальном подходе, каждый в квартире, каждый согласился, и стали доплачивать. Такой вот был нюанс. Да, хорошая история. Жубан, вот как вы считаете, к вам тоже, наверное, много жителей обращается? Да, с жалобами на коммунальщиков, на тарифы разные. Но ведь если они будут активность такую проявлять, вы согласны, что дело быстрее с мертвой точки сдвинется? Сами жители, я имею в виду. В основном у нас поступают вопросы на жалобы на председателя КСК или бездействие. Согласно закону о жилищных отношениях, высшим органом управления являются сами собственники квартир, и они могут переизбрать председателя, выйти из состава КСК и присоединиться к другому. По тарифам они также могут регулировать все это. Здесь самое необходимое – это собрание жильцов. Вы до этого тоже сказали, что сами проходили опросными листами и так далее. Даже когда специалистами отдела вывешиваются объявления, то собственники не реагируют. И как бы протокол, запротоколировать все можно, но как бы прийти к какому-то единому решению никак нельзя, потому что 2,3 там не присутствовало или вообще отказываются от какого-либо действия. Понятно. Но все-таки действительно, да, жители, говорим, должны, КСК тоже, в свою очередь, должны исполнять свои обязанности. Может, дело все в том, что они не знают законов, я имею в виду собственники, вы говорите, что во главе всего стоят собственники. Может, их часто какую-то популяризацию делать, разъяснять законы, чаще встречаться с жителями. Что делать все-таки? Ну, при каждом собрании мы ведем как бы разъяснение закона о жилищных отношениях. И при каждом собрании мы разъясняем права собственников и так далее. Понятно. Но у нас есть очередной телефонный звонок, давайте его примем и потом продолжим. Добрый вечер, говорите. Алло, добрый вечер. Да, добрый вечер. Хотела бы задать вопрос. Какой? Нужен ли КСК в наше время? Спасибо. Вообще, в наше время КСК нужно или нет? Это, наверное, к вам ко всем вопрос, да, Ольга? Как вы считаете? Нужен КСК? Я считаю, нужен, потому что у нас закон о жилищных отношениях, он достаточно хороший. Просто он на самом деле не всегда правильно исполняется и правильно трактуется. Не все сами люди знают, они свои права, но и обязанности также. И если правильно прочитать и правильно исполнять, и грамотно уметь спрашивать с того же КСК, с того же председателя, что входит в его обязанности, как он должен это исполнять, что он имеет право делать и что он не имеет права, закон достаточно хороший. Поэтому если в рамках него действовать грамотно и правильно, то КСК достаточно хороший орган, он может работать. В самом деле, вот телезритель пишет в WhatsApp, я считаю, что КСК не нужен, вообще мы им зря платим. Ну вот такое тоже мнение есть. Вы как считаете? Да, я, конечно. Просто КСК должен быть более-менее компетентной, и команда там должна подбираться. Более из компетентных людей, которые переживают за свое дело, за то, что им народ верил. И вот это вот, это очень, вот сами знаете, даже такой пример, что люди, когда вот меняют, покупают квартиру, вот только вот у меня подруга покупала квартиру, только входишь в дом, и буквально сразу же видно, что тут КСК плохое, то есть уже стены ободранные, канализация и пахнет, уже ясно, что тут КСК не работает. И вот я не хочу, ну демократический один дропить, придите в наш дом, у нас всегда чистота, и никаких вот канализаций никаких нет. Если бывает когда-то прорыв, мешок этого, камаз в песку, и сразу же там засыпает, все, ничего нет. Ну вот мы и узнали адрес, где работает идеальная КСК, скажем так. Ну вот касательно КСК, да, вот вы говорите, должны люди, которые болеют душой, да, которые ответственно относятся к профессии. А давайте спросим у Жубана, как вообще формируется КСК? Какие специалисты туда принимаются, и кем нужно быть до этого, чтобы стать председателем? Как состав набирается? В принципе, председателем КСК может стать любой... Житель. Да, житель, любой житель. Главное, согласно закону о жилищных отношениях, это все должно быть запротоколировано. Много вопросов поступает о том, что недоверие жильцов председателям КСК, или не оплачивают то, что председатель КСК жалуется, то, что жители не оплачивают. Здесь, в принципе, алгоритм простой. Каждый месяц председатель КСК должен отчитываться перед населением. Вот, например, поступить должно с этого дома, например, 90 тысяч тенге, но поступление, например, скажем, 40 тысяч тенге, или 45-50%, только 50% оплатили. И он должен расшифровать, куда он, на какие расходы он потратил и так далее. Если, ну, не каждый месяц, хотя бы... Раз в год у нас. Нет, каждый квартал, если он отчитывался бы, то, ну, я считаю так, что более, как бы, доверие появилось бы к председателям КСК и так далее. Понятно. У нас есть телефонный звонок от телезрителя, потом продолжим, хорошо? Добрый вечер, говорите. Алло! Да-да, слушаем вас. Какой у вас вопрос? Здравствуйте. Здравствуйте. Это вопрос звану можно? Вот по улице Фурманова крышу меняли дома. На 42 миллиона, по-моему, правильно? Да. А Элита Сурови меняет крышу, так, запакует за 25 миллионов. Как это понять? Объясните, пожалуйста. Фурманова, адрес. Еще раз адрес. Почему Элита Сурови уступает? Еще раз адрес скажите свой Фурманова, Курмагады. По Фурманову крышу меняли, новую, за 45 миллионов. Это какой адрес именно дома? Адрес и в каком году? Номер дома не сказал, к сожалению. Ну, если в общем сказать, по программе модернизации ЖКХ проводятся разъяснительные работы, и согласно программе модернизации ЖКХ, собственники сами определяют вид работ. Это может быть замена кровли, замена всех инженерных сетей, подвального помещения, подъезды, которые относятся к общему объекту кондоминиума. В связи с этим, может быть, проект пойти на удорожение. А если менять только кровлю, то может быть, проект дешевле, чем другой. Тут еще смотрят на квадратуру кровли. На состояние, наверное, дома, да? Ну, на состояние. Ну, я имею в виду, сколько там потребуется затрат. Это все затраты будут считаться в МЕД, будут рассчитывать проектные институты и утверждать председателями КСК. Понятно. У нас осталось буквально 2-3 минуты. Все-таки быть КСК или не быть? Как вы считаете, Ольга? Я думаю, быть. Если бы у вас была возможность поменять закон, вы бы оставили КСК? КСК обязательно оставили. Даже по любому вопросу, вот как нас, по любому вопросу звоним КСК. Все, тараканы появились, сразу дезинфекцию делают. Там что-то протекло где-то. Это все, они компетентные люди и обращаются буквально с любым вопросом мы к ним, они все наши просьбы выполняют. То есть без КСК никак? Без КСК никак. Только КСК. Потому что уже один раз в 90-е годы пытались это сделать и в такое превратилось в ни к чему хорошему не привело. Это уже на нашей памяти было. Жубан, как вы считаете, вот буквально чуть-чуть времени осталось, вместо КСК, конечно, уже жители подняли, сейчас соцсети популярны. Подняли вопрос, да? Вот, кстати, вопрос, я вам сейчас прям зачитаю, приходит. Хотят развалить худо-бедно существующую систему. КСК правоприемники Дома управления, которые созданы при СССР, которые занимались обслуживанием домов со всей инфраструктурой. Сейчас, отдав в руки жильцов, только создадут хаос. Да. Вы согласны с этим мнением? Я не согласен. На сегодняшний день мы изучаем данный проект, и конкретного ответа я вам не могу сейчас сказать. Ну, как говорится, есть такое старое выражение, да, закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло. Но в этом случае, к сожалению, это неизбежно. Как говорится, как решат наверху, так нам, жителям, придется с этим жить. Спасибо за то, что приняли участие в нашей программе. Я надеюсь, что этот вопрос еще остается открытым и непременно на него ответим еще в наших следующих сериях и касательно ЖКХ и деятельности КСК. Спасибо. Спасибо. Я напомню о том, что это было ток-шоу «Давайте обсудим». Сегодня мы говорили о жилищно-коммунальном хозяйстве, о кооперативах собственников квартир, которые буквально скоро исчезнут, я даже запнулась, и о наших жителях, которые не могут найти с ними общий язык. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok